Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Масштабный апгрейд. Реконструкция Титовского моста вышла на новый уровень. Будет широкий тротуар 4,5 метра, из которых 2,5 метра это будет велодорожка и 2 метра будет пешеходная зона. Когда завершатся работы? Очередные капканы. За неделю пятеро жителей стали жертвами мошенников. Нельзя переходить по сторонним ссылкам в интернете. Как работают аферисты? Листки календаря. Александр Солодуха презентовал свой сольный альбом. Беларусь жила, как я говорю, живет и белорусы живы. Что вошло в плейлист. А также глобальная организация, школьная форма и справедливые цены. А в Беларуси замедлилась инфляция. Насколько? Президент встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. Эту должность занимает представитель КНР. Среди приоритетов Синёка и ФШОС укрепление региональной безопасности, интенсивное развитие экономического взаимодействия и углубление гуманитарных связей. С 2015-го наша страна была в статусе наблюдателя. В сентябре 2022-го на саммите в Самарканде принято историческое решение. Начата процедура вступления Беларуси в члены ШОС. Мы должны присоединиться к тем решениям, которые были приняты ранее Шанхайской организацией сотрудничества. Мы поставили перед собой амбициозную цель пройти этот путь в течение этого года до саммита в Дели. Быстрый темп, серьезный темп, но если вы нас поддержите, это будет хороший опыт для других. Тем более, господин генеральный секретарь, будучи наблюдателем, мы серьезно готовились к вступлению в Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому мы однозначно сможем по срокам уложиться до июня месяца, до того момента, как в Дели мы снова встретимся. Наши цели вы знаете, наши возможности также известны всем членам ШОС. С учетом стратегически важного географического положения Беларусь органично дополнит структуру организации. Речь о транзитном, промышленном и научном потенциале. Полезен и наш опыт в миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии. Общее количество стран ШОС – 21 государство, 8 – полноправные участники. Аферисты не дремлют. За неделю пять бобручан стали жертвами интернет-мошенников. Большинство пострадали из-за невнимательности. Вбивали в поисковик название своего банка, чтобы перейти на официальный сайт. Но попадали на фишинговый ресурс. Вводили данные, которые сразу же становились известны преступникам. Те входили в личные кабинеты и переводили деньги на иностранные счета. Сумма ущерба – почти 13 тысяч рублей. УВД Бобруского госполкома информирует, чтобы не стать жертвой мошенничества, нельзя переходить по сторонним ссылкам в интернете, не вводить свои личные персональные данные на незнакомых страницах. А также на своем устройстве необходимо настроить двухфакторную аутентификацию. Преступники изобретают новые способы мошенничества. Одна из последних схем следующая. Аферисты от имени Евроопта присылают сообщения в мессенджерах, предлагают пройти опрос и принять участие в розыгрыше призов. В результате доверчивые белорусы предоставляют личную информацию и теряют крупные суммы. Представители сети акцентируют – подобные акции они не проводят. Новый законопроект «Малый бизнес» и «Модный выбор». В Беларуси ведут второй элемент – школьные формы. Что это будет? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси замедляется инфляция. По прогнозам, в этом году она будет на уровне 7-8%, что значительно ниже показателей 2022-го. Тогда он составлял более 12-ти. Уже есть положительный эффект отведенного ценового регулирования. Его удалось достичь в обозначенной президентом сроке. Специалисты отмечают – хорошая динамика сохраняется. Плюс ожидается сезонное снижение стоимости продовольствия в летний период. Генпрокуратура готовит новый проект закона по геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной. Речь об определении правового механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, которые причастны к военным преступлениям. Установлено в разных странах мира проживают не менее 400 нацистов, которые совершали зверства на территории республики. Первые суды над карателями могут пройти уже в конце этого года. Крупный белорусский бизнес стал активнее развивать сотрудничество с малыми и средними предприятиями. Объем поставок только для организации Минпрома в 2022 превысил 150 миллионов рублей. Проводится большая работа по устраиванию промышленных цепочек. Сформирован перечень комплектующих и материалов, в которых нуждаются отечественные производители. В Беларуси со следующего учебного года ведут второй элемент школьной формы. Его определяют сами учреждения. К примеру, если в этом году выбор пал на жилетку, то можно добавить к ней брюки, сорочку или галстук. Широкое обсуждение проведут с учителями и родителями. Нововведение станет одним из серьезных моментов воспитательной работы. На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается снег и метель. Ночью температурный фон по стране будет довольно контрастный. От минус 2-7 градусов по югу до 14-23 ниже нуля по северу. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. МЧС призывает к осторожности. Погодные условия могут привести к обрыву линии электропередач и повреждению крыш зданий. Возрастет риск травматизма и ДТП. Повышенный спрос на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано свыше 68 тысяч заявлений. В основном на улучшение жилищных условий, оплату медуслуг и образования. Размер выплат 29 тысяч 950 рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году. Программа реализуется еще с 2015-го. За это время результаты доказывают ее эффективность и востребованность. В стране трех и более детей воспитывают свыше 120 тысяч семей. К слову, тем, кто не может завести малыша, предлагают бесплатную попытку ЭКО. Каждая супружеская пара, которая имеет проблемы с зачатием, имеет возможность подать документы в областные комиссии. Это должны быть граждане Республики Беларусь. Женщине должно быть старше 40 лет. Также необходимо, чтобы супружеская пара была в законном браке. И должны отсутствовать показания для использования донорских половых клеток. Беларусь вошла в список 50 лучших стран мира по ведению беременности и родов. В Республике более 20 лет успешно действует разноуровневая система охраны здоровья матери и ребенка. Специализированная медпомощь оказывается в стационарах и амбулаторных условиях. Показатель младенческой смертности самый минимальный среди государства СНГ и ниже, чем в Польше, Литве, Великобритании и США. Реконструкция Титовского моста вышла на новый уровень. Готовы шесть опор и семи. Земляные насыпи со стороны Бобруйской Рогачевы устроены на 90%. Специалисты уже произвели надвижку первой металлической конструкции в пролетное строение между опорами. В деталях темы разбиралась Татьяна Горбыч. Титовский мост для города не просто инженерное сооружение, а живая транспортная артерия, которая открывает Бобруйчанам дорогу на Гомель, Киев и Москву. Его возвели в далеком 57-м взамен разрушенной в годы войны переправы. Но время взяло свое. В 2017-м путепровод признали потенциально аварийным и ввели ограничения по массе автомобилей. В декабре 21-го началась масштабная реконструкция. На сегодняшний момент 6 опор из 7 нового моста уже готовы на 100%. Устроены на 90% земляные насыпи подходов к мосту со стороны Бобруйска и со стороны Рогачева. На днях специалисты завершили один из самых сложных и ответственных этапов строительства. Произвели надвижку первой металлической пролетной конструкции на опоры. На это понадобилось несколько дней. Ювелирная слаженность действий и современное гидравлическое оборудование. Сейчас начались работы по сборке второго элемента. Его планируют установить в мае. На данный момент ждем благоприятных погодных условий в виде теплой погоды. Ждем, чтобы оттаяла наша насыпь. И будем приступать к укреплению откосов монолитным бетоном. Ну а дальше по порядку установка бордюра, устройство дорожной одежды, асфальтобетонного покрытия. Работы ведут сотрудники треста «Мостострой». За правый берег отвечает Бобруйская ДСУ-16. За левый – дорожно-строительное управление из Рогачёва. Проектировщик – Белгипродор. На объекте задействовано около 20 единиц техники. Экскаваторы, грейдеры, катки, самосвалы и бульдозеры. В режиме 24 на 7 трудятся 50 специалистов. Новый мост будет шире, на 7 метров старого моста. Будут три полосы движения. Будет широкий тротуар 4,5 метра, из которых 2,5 метра – это будет велодорожка. И 2 метра будет пешеходная зона. По плану, когда закончат новый мост, начнут модернизацию старого. На выходе будет два независимых путепровода длиной 252 метра. Параллельно со строительством транспортной артерии на подходе к ней расширятся Береговая и Рогачёвская. Реконструкция, напомним, запущена в рамках госпрограммы «Дороги Беларуси». Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Мы живы! В Бобруйске прошел сольный концерт Александра Солодухи. Заслуженный артист презентовал свой новый 14-й альбом. В него вошли 12 треков. На профессиональной сцене певец 36 лет. Легендарные хиты «Виноград», «Калина», «Зелёные глаза», «Поздняя любовь» и, конечно же, «Здравствуй, чужая, милая». Мы живы! Очень актуальное название. Несмотря ни на коронавирус, ни на санкции, ни на все события, которые вокруг нашей страны. Беларусь жила, как я говорю, живет и будет беларусы живы. Тур заслуженного артиста Беларуси продолжается. Позади 9 городов. Послушать новые хиты певца можно 10 марта в Быхове. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА